добрые радости друзья сегодня с вами хотел поделиться одним оригинальным способом покраски кожи после резьбы это покраска тремя видами красителей с помощью новобудхимовской морилки водной цвета дуб на второй слой это краска темпура франка из торговой марки сапфет бордовый оттенок если правильно помню 08 и вот такая вот краска morella это профессиональная краска немецкая для пувщиков то есть я собственно говоря делаю как вот если у меня вот такой рисунок который мне нужно как бы создать несколько оттенков особенно если сочетание коричневого и черного в первую очередь я беру морилочку ты вот очень очень аккуратненько вот так вот прохожу полностью весь рисунок именно в резьбе не затрагивая края хотел бы особенно отметить что вот это вот именно насыщенный такой коричневый оттенок он сам по себе морилкой ну как бы не достигается то есть мы с вами морилку нанесем мы увидим что она ко мне не обладает сильной пигментации и как бы вот впитывается составляет вот такой не слишком темный оттенок но при сочетании нескольких слоев и последующем финиширование это сделать не шире вот таким сапфировским воском помадья который делает оттенок более насыщенный более глубокой вот достигается что тут на подобных таких оттенков далее я беру кисточку более тонкую и как бы бордовым красителем прохожу по краям не забывает и собственно говоря наводить вот именно же данным красителем некие полутона чтобы еще более нас выделять резьбу или тиснение отдаю некоторое время порсохнуть вот и по краям то что видим окантовки ну или как полной окраски изделия я уже наношу такую краску morella который достаточно своеобразно сейчас он покажу тоже краска в принципе на спиртовой основе в нем запах каждом де натурата спаси христос но и ну зато какая-то вот такая густая и очень очень хорошо ложится и намертво она буквально ложится то что не требует никакого это не отгезии и закрепление отгезии не очень-очень хорошие ну единственное что у краски morella вот так вот несколько вот глянцевый какой-то вот так вот чуть ли даже не в сизину оттенок это тоже стоит иметь ввиду вот примеру ежедневник я красил красителем его кувера черным от такой марки сапфир у него такой вроде как будет более благородный матовый оттенок вот тут нужно они будут под кинжаль в процессе эксплуатируются нещадно поэтому чтобы мы как бы сделали рисунок и его дополнительно собственно говоря виде как это дополнительно устойчивого красителя используя такой вот morella а далее все это финишируется финишировать лучше ну на мой взгляд не яркой выраженным глянцем вот а вот какой-то вот такой это воск типа жировосковая смесь вроде как под такой марки сапфир вот можно дополнительно усилить скажем так цветовое сочетание какой-то декоративной прошивки думаю что все это будет очень 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 хорошо смотреться ну конечно результат этих ножен сегодня завтра тоже выложу окажу как это будет может у меня на сайте ножей нужно посмотреть как это будет смотреть ну что ж вот способ окраски имеет место быть если кому-то более интересно более подробно добро пожаловать мои семинары которые можно записаться на сайте мазалевставим.ру с уважением ко всем алексей мазалин всем хорошего